Накануне были подведены итоги второго этапа черноморской регаты больших парусников 2016. Победителем стал фрегат Мир. Второе место, несмотря на поломку, заняла Надежда. В каждом порту, где останавливаются парусники, помимо водных баталий, есть и спортивные состязания. В Сочи представлены четыре вида спорта – армрестлинг, перетягивание каната, поднятие гири и мини-футбол. За звание лучших боролись курсанты фрегатов Мир, Надежда, Херсонес, Барка, Крузенштерн, а также прогулочных суд из Болгарии «Роял Хелена» и «Калиакра». Критерии для оценки предельно простые. В гиревом спорте надо поднять гирю наибольшее количество раз правой и левой рукой. В перетягивании каната побеждает, естественно, сильнейший, кто перетянет другую команду на свою половину площадки. В мини-футболе кто больше забил, тот победил. Ну и в армспорте то же самое, кто сильнее, тот победил. Кубки за все три места разыгрываются в каждом виде спорта. В 2014 году на турнире в Сочи два первых места заняла команда «Надежда», показав лучшие результаты в гирьевом спорте и стритболе. Спустя два года курсанты фрегата стараются не снижать показатели. В Констанции мы заняли второе место по перетягиванию и третье по гребле на Яле. В Новороссийске было чуть лучше. Мы из четырех финалов участвовали в трех. Один выиграли, два – второе место. Курсанты, конечно, готовились и к соревнованиям, которые будут проходить на берегу, и, естественно, к регате. Поэтому на первый этап, если вы знаете, мы заняли второе место. Сейчас пытались выиграть. Шли очень здорово. Выигрывали, лидировали. Но случилось то, что случилось. С погодой спорить не с руки. В свои коррективы погода внесла и в береговые состязания. Спартакеада должна была проводиться на стадионе первой школы. Но из-за дождя команды, представленные шестью парусными судами, показывали свои спортивные возможности в спортзалах. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.